Всем привет и вновь всё как вы любите. Распаковка кучи разнообразных товаров с Алиэкспресс. По традиции конкурс, разыграю один из сегодняшних товаров, какой расскажу чуть позже. Ну и подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать новые видосы. И первым делом видеорегистратор от бренда 360 модель G300. Прислал мне его сам продавец, и если бы не этот пункт, я бы его вообще показывать не стал. Потому что на проверку данный агрегат оказался ни о чём. Но так как я обещал его показать, я его покажу. Но приукрашивать его характеристики я ни в коем случае не буду. В коробке первым делом идёт прозрачная плёнка для поклейки на лобовое стекло. Она позволяет не портить лобовуху при установке и снятии регистратора. Далее сам регистратор, он необычно изогнутой формы, и коробка с аксессуарами. Тут лопатка для прокладки кабеля под обшивкой автомобиля. Далее адаптер питания в прикуриватель с одним USB разъёмом. Могли бы кстати и парочку сделать, ведь смарт тоже где-то заряжать надо. И собственно кабель для подключения с микро-USB коннектором. И всё, больше в комплекте нет ничего. На самом регистраторе в верхней его части есть площадка с двухсторонним липким 3М скотчем. Дополнительного крепления тут не предусмотрено. Так что в момент поклейки к стеклу автомобиля, обязательно заранее центруйте устройство. Чтобы регистратор смотрел ровно вперёд. Потом исправить это будет уже проблематично. На верхнем торце корпуса есть два разъёма. Один под флешку и второй для подключения кабеля питания. В нижней половине корпуса расположен небольшой дисплей, а с торца три кнопки для управления и настройки устройства. Внешне сборка неплохая. Объектив имеет возможность подстройки по вертикали. На первый взгляд всё неплохо. По установке также всё стандартно. Прилепили, подключили и готово. Первое, что должен отметить, это то, что пользоваться боковыми кнопками для настройки и управления регистратором не очень удобно. И проще это делать через специальное приложение на смартфоне. Называется оно 360 Dash Cam и скачивается в плеймаркете. Правда, судя по отзывам пользователей, глючит оно не хило и возможны проблемы с его работой. У меня оно также заработало не с первого раза. Пришлось перезагрузить смартфон и активировать геолокацию, иначе программа просто вываливалась с ошибкой сразу после запуска. В программе можно посмотреть картинку с регистратора в реальном времени, посмотреть записанные файлы на карте, а также настроить некоторые параметры данного регистратора. Из интересного в самом регистраторе, разве что мониторинг парковки и G-сенсор, который блокирует файлы от перезаписи в случае каких-то рывков или других резких действий. Например, когда колесо в яму попало. Регистратор думает, что произошло ДТП и сохраняет этот файл навсегда. Но вот чего нет в настройках данного регистратора, так это, например, выбора разрешения картинки. Регистратор по умолчанию пишет Full HD с частотой 30 кадров в секунду, и исправить это никак нельзя. А также нельзя изменить длительность каждого отрезка видео, оно тут по умолчанию равно одной минуте. Русского языка тут также нет, только английский. В остальном, стандартные настройки мало интересны для многих из нас. Угол обзора объектива составляет 160 градусов, и как заявляет продавец, данный прибор оснащен флагманским датчиком изображения от Sony. Но вот что за модель датчика и в каком году он был флагманским, продавец скромно умалчивает. Порывшись в интернете, я обнаружил, что внутри установлен IMX-323, который существует на рынке, по-моему, с 2017 года, а может быть даже и раньше, но уж точно в 2019 флагманским не является. Ну и качество видео я, если честно, даже комментировать не хочу. Хотя, наверное, нет, все-таки скажу пару слов. Картинка размытая, номера не читаются. И это явно не косяк самой матрицы. Это, скорее всего, имеет место заводской брак, который без разборки объектива никак не исправить. Ну и последнее, на что я хочу обратить внимание в данном регистраторе, так это его цена. На момент написания этого текста ценник его примерно 3700 рублей, ну или 56 баксов. Что, собственно, сопоставимо по стоимости с тем же 70май дашкам про, который по факту снимает гораздо лучше, чем этот экземпляр, даже если не брать во внимание наличие заводского брака. Так что, как говорится, выводы делайте сами. И, кстати, ни для кого не секрет, что 11.11 на Алиэкспресс стартует ежегодная грандиозная распродажа, на которой якобы можно сэкономить. Однако реальные скидки нужно еще постараться найти. Но есть способ экономить круглогодично на любых покупках в интернете. Для этого просто необходимо использовать кэшбэк-сервис. Их много, я же рекомендую вам SmartySale. И вот почему. Во-первых, данный кэшбэк-сервис сотрудничает с кучей различных магазинов. Их тут более 1100. Есть как широко известные площадки типа Алиэкспресс, eBay, iHerb, LaModa, так и куча других менее популярных вариантов. SmartySale предоставляет выгодные комиссии до 50%. То есть покупаете что-то в интернете, допустим за 1000, и вам может вернуться до 500 рублей в обратку. Кстати, минимальная сумма вывода средств всего 5 рублей, а не 500, как во многих аналогичных сервисах. Есть круглосуточная поддержка, которая поможет вам решить любой вопрос. И самое главное, это наличие удобного мобильного приложения, через которое можно начать экономить прямо сейчас. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь, устанавливайте прогу на смарт и начинайте экономить. Следующий товар и тут очередная реплика Airpods, но должен отметить, что это очень качественная и очень недешевая версия. Сайт, где продаются эти ушки, называется airpods.cc. Прислал мне их опять же сам производитель, и должен отметить, что несмотря на некоторые шероховатости, что тут присутствуют, это весьма годные уши. Ну и так как я их получил на халяву, именно их я и разыграю в конкурсе этого видео. В комплекте, кроме самих наушников, продавец отправил также силиконовый кейс с карабином, мешочек для хранения и переноски, а также упоры для ушей и удавочку на шею, чтобы их не потерять. В коробке, собственно, сами наушники черного цвета, а также лайтнинг кабель для подзарядки базы. Сразу должен отметить два косяка. Первое, это то, что корпус базы сразу из коробки был грязный и залапанный пальцами, а также покоцанный в районе стыка крышки и корпуса. А цена как бы, ну далеко не 20 баксов за данный девайс. И если бы я их покупал за свои кровные, то я бы, наверное, сильно расстроился по этому поводу. И второе, вот почему-то наушники черные, а все талмуты, которые мне прислали, дополнительно белого цвета. Хотя на сайте продавца есть варианты и цвет в цвет. Но в остальном, данные наушники просто бомба. Я, к сожалению, не могу проверить их в работе именно с айфоном, по причине его отсутствия у меня. Но тут есть беспроводная зарядка, так что если вы пользуетесь подобным, то это очень удобно. Наушники сенсорные и с помощью тач-панели есть возможность переключать треки вперед-назад, отвечать на звонки, вызывать ассистента или ставить трек на паузу. Хотя последние две функции вам и не понадобятся, потому что тут вполне работает голосовой вызов помощника. Еще, если вы достаете во время прослушивания музыки из уха один из наушников, то музыка автоматически ставится на паузу. Короче, функционал в данных наушниках просто отличный. Естественно, что данные наушники автоматически подключаются к смартфону, как только вы их достаете из бокса. Ну и автоматом встают на зарядку при установке их обратно. Ну и звук. Звук реально очень классный. Я даже не рассчитывал на подобное качество звучания. Обычно я не очень люблю вкладыши. Во-первых, за хреновую шумоизоляцию, а во-вторых, за достаточно плоский звук, но тут все на высоте. Хороший бас. Звук чистый, детальный, с хорошим запасом громкости. На максималках наушники слушать просто невозможно, приходится снижать процентов до 70. Единственное, что при подключении к андроиду, ну никак не отображается ни сам факт подключения к смартфону, ни остаточный заряд наушников. Так что сколько они еще могут проработать, остается только гадать. Мне же одного заряда самих наушников хватило на 3 часа работы. База по традиции наушники заряжает 4 полных раза. Короче, наушники по своим характеристикам и звуку бомба. Но вот китайское распиздяйство в виде залапанной базы с небольшой коцкой, конечно, портит отношение к подобному продукту. Следующий пакет полный пупырки. И тут чудо китайской медицины. Массажер, работающий по принципу микротоков. Короче, тупо вас бьет током, но в нужном месте и в нужное время. Производитель же позиционирует данный стимулятор. Именно как аппарат для акупантурного массажа. Коробки нет никакой. Все просто завернуто в пупырку и пакеты. Внутри первым делом наглядно подробная инструкция строения человека с описанием точек на теле. И за что какая точка, собственно, отвечает. Инструкция на китайском и английском языках. Поэтому для перевода ее придется нехило так заморочиться. Далее адаптер с кабелем питания для подключения прибора к сети 220. Пара контактных проводов, которые позволяют одновременно прорабатывать несколько мест на теле. Например, обе ноги или руки, что, собственно, экономит время, потраченное на массаж. Ну и куча патчей с электропроводящим слоем. Их тут аж 16 штук, так что новые долго не понадобятся. Как показывает практика, каждый в среднем можно использовать 50 раз. Потом нужно менять. Ну и сам прибор с кучей разнообразных кнопок и дисплеем. Снизу отсек для батареек, так что работать он может не только от сети, но и автономно. Как сообщает продавец, аппарат разработан для уменьшения боли в мышцах. Он помогает при проблемах с шеей, спиной, поясницей, отломоты в суставах. Мягкий импульсный массаж улучшает циркуляцию крови и избавляет от усталости. Вы можете выбрать разный вид массажа, а также установить его интенсивность, так как нужно именно вам. Только не забывайте, что разные части тела имеют разную чувствительность, поэтому то, что приятно и эффективно в одном месте, может вызвать дискомфорт в другом. Блок управления имеет достаточно много кнопок. Слева выбираются части тела, которые будут массироваться. Плечи, спина, поясница, массаж нескольких частей тела одновременно, руки и ноги и ступни. А справа расположены кнопки выбора способа массажа. Стук, вибрация, давление и какой-то руб. Что это я так и не смог понять. Боковое колесико включает прибор, а также с его помощью происходит регулировка мощности разряда. Кнопки плюс и минус регулируют интенсивность этих самых разрядов. Штука реально действенная. И в зависимости от выбранного режима может как расслабить ваши мышцы, так и привести их в тонус. Но при всех перечисленных прелестях не стоит забывать и о противопоказаниях и мерах предосторожности. Во-первых, такими аппаратами нельзя пользоваться людям с сердечными заболеваниями, а также тем, у кого установлены кардиостимуляторы. Не рекомендуется использовать аппарат при высокой температуре или высоком давлении. И еще при некоторых других заболеваниях. Во-вторых, электроды нельзя помещать на разных сторонах одной части тела. Допустим, если вы массируете грудную клетку, то лепите оба патча только спереди. Либо оба патча тока сзади. Также нельзя использовать электроды по одному из связки. Аппарат в таком случае просто откажется работать. Ну и не стоит их крепить слишком близко, а то можно добиться короткого замыкания. Следующий товар. И тут очередные смарт-часы от бренда Longgett, модель GT105. У меня уже была парочка браслетов от этого производителя. Один был не четок, а второй откровенно плохого качества. Посмотрим, что тут. Упаковано все в коробку, на обратной стороне которой указан функционал часов. Тут стандартный набор. Замеры давления пульса, показания кислорода в крови, мониторинг активности сна, просто активности, пройденное расстояние и потраченные калории. Короче, весь тот набор, что имеется в любых смарт-часах и фитнес-браслетах большинства китайских брендов. Программа для синхронизации со смартфоном тут указана как VR Fit 2.0. С данным приложением работает также огромное количество различных подобных гаджетов из Поднебесной. Короче, по функционалу данные смарт-часы ничем не выделяются из общей толпы, поэтому давайте смотреть на реализацию и качество. В комплекте, кроме самих часов, есть инструкция с гугл-переводом на русский язык, а также зарядная в виде прищепки. Сами часы имеют металлический корпус без каких-либо кнопок, снизу контакты для подзарядки и датчик пульса и прочего. Ремешок силиконовый, достаточно приятный на ощупь. Его ширина 20 мм, принцип его крепления такой же, как на Amazfit Bip. Часы из коробки были заряжены, что хорошо, обычно подобная техника приходит разряжена в ноль и это, как известно, не очень хорошо для аккумуляторов. Функционал тот, как я уже и сказал, точно такой же, как и везде. Из приятного, это только возможность управлять музыкой на смартфоне через браслет. А так, все как у всех. Но, на что хочу обратить внимание. Во-первых, тут просто убогий тач-сенсор. Сам дисплей тут не сенсорный. Сенсором является только вот эта вот небольшая часть дисплея и все. Но даже она настолько плохо работает, что по ней приходится по несколько раз проводить пальцем, чтобы добиться желаемого. А во-вторых, тут очень тусклый дисплей. И при ярком солнце на улице, его показания просто невозможно разобрать. Короче, браслет опять же явно не стоит своих денег. Следующий товар. И это зарядная для различных типов аккумуляторов от широко известного бренда LitoCala. Я как-то показывал у себя в распаковке различные модели этих зарядок от этого бренда. И заметил, что у них появилась улучшенная версия 500 модели. Называется 500S. Приходит все в фирменной упаковке. С указанием основных характеристик и поддерживаемых форматов аккумулятора. Внутри традиционный полный комплект. Первым делом инструкция с адекватным русским языком, где расписаны все характеристики и возможности данной зарядки. Далее автомобильный адаптер питания для работы от прикуривателя. Блок питания под европейскую вилку с выходом на 12 вольт и собственно само зарядное. В отличие от предыдущих моделей тут уже нет физических кнопок. Их заменили сенсорными, хотя принцип управления и настройки остался прежним. Информативность дисплея также без изменений. Выполнено все качественно, без каких-либо претензий. Имеется даже специальная пломба для гарантийного ремонта. С нижней стороны указаны основные характеристики устройства. Данное устройство позволяет независимо друг от друга заряжать, тестировать и определять внутреннее сопротивление от 1 до 4 аккумуляторов. Форматов 2А, 3А, С, 26650, 18650, 17650, 10, 440 и так далее и тому подобное. На LED дисплее в реальном времени отображается информация о напряжении, времени заряда, токи заряда, емкости и внутреннем сопротивлении. Контакты в каждом слоте подпружинены, что как раз и позволяет заряжать различные виды аккумуляторов. Зарядная имеет три режима работы. Первый это зарядка. Второе, быстрый тест, при котором устройство полностью разряжает аккумулятор, а потом его заряжает. Такой режим можно использовать для устранения эффекта памяти у некоторых типов аккумуляторов. И третий режим это стандартный тест, при котором происходит заряд, разряд и повторный заряд аккумулятора. Данный режим предназначен для определения реальной емкости аккумулятора в процессе его разряда. Для выбора необходимого режима, а также зарядного тока, имеются две кнопки управления, а также четыре кнопки для выбора канала, где вы хотите задать данный режим работы. Ну и в дополнение ко всему этому немаленькому функционалу, устройство имеет USB-выход, при помощи которого можно заряжать ваши смартфоны или любые другие устройства от литий-ионных аккумуляторов, установленных в зарядное. Максимум, что выдает USB, это 1 Ампер. В общем, отличная зарядка, которая полностью удовлетворит нужды большинства потребителей и не угробит ваши аккумуляторы. Далее копеечный товар, но когда я его увидел, я понял, что это именно то, о чем я так давно мечтал. Ни для кого не секрет, что последнее время производители смартфонов стали отказываться от разъема в 3,5 мм в пользу Type-C. И олдфагом, что привыкли пользоваться проводными наушниками, это новшество несет кучу неудобств. Я сам не раз говорил, что предпочитаю проводные варианты, так как в таком случае вы, во-первых, никак не зависите от заряда аккумулятора, и у вас нет никаких задержек по звуку, что особенно актуально в играх типа PUBG. Раньше, чтобы использовать проводные наушники, нужно было покупать различные адаптеры, которые втыкались в разъем смартфона, а в них уже сам провод от наушников. И вот компания Ugreen выпустила просто отличное решение. Это провод, который на одном конце имеет Type-C разъем, а на другом мини-джек под наушники. И теперь, как говорится, легким движением руки мои беспроводные уши, которыми я сейчас пользуюсь на постоянку, превращаются в проводные. И все, ни тебе задержек, ни тебе аккумулятора, все работает просто великолепно. Ну и на финал я оставил покупку для супруги, тут рюкзак достаточно хорошего качества. Швы ровные, аккуратные, похож, кстати, на кожаный. Все соединительные элементы, пряжки, замки, все из металла. Лямки с тряпичной основой, чтобы тело, как говорится, не потело. А еще на них пришит замок, так что хочешь носим на одной лямке, хочешь на двух, а хочешь через плечо надевай. А можно, кстати, и просто за ручку нести. Рюкзак достаточно вместительный, но при этом не выглядит громоздким. Спереди застежка на магните, и, как мечтала моя жена, тут куча отделов и разнообразных кармашков. Один небольшой кармашек на замке сзади. Его можно использовать под деньги или телефон, он ближе всего к телу, как говорится. Внутри, кстати, маленький подарок, за что спасибо продавцу отдельно. В основном разделе два отсека. Один большой, с карманами на замках и без замков. И еще с каким-то небольшим разделением. Жена однозначно будет в восторге. И еще один небольшой отсек, уже без всяких разнообразных дополнений. Внутри имеется подкладка. Пошито все аккуратно. Никаких торчащих ниток. Дно уплотнено. Товар однозначно годный. Кому надо, можете брать, не пожалеете. Ну и на этом на сегодня все. Для участия в конкурсе по традиции необходимо быть подписанным на мой канал, поставить лайк данному видео и написать любой комментарий. Итоги подведу через неделю в моей группе в ВК. Ссылки на все товары, мой ВК и Инстаграм я по традиции оставлю в описании под видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok